здравствуйте это очередной эпизод хайролов на идоне посмотрим насколько удачно у нас получится в этот раз потому что скажем так снова повторять ошибку с левой ротой я точно уже не смогу потому что я про нее помню так что у нас мамс перс это отлично использованный предмет скукота и вполне приличные статы как урона так и скорости передвижения кстати что очень часто на идоне западает ну и здоровья разумеется вполне достаточно посмотрим что принесет нам первая сокровищница пока я всем доволен та самая которая да чем дальше стрелять в одну сторону тем лучше становится ну давайте подорвем я мне показалось на обновлении что я криво подорвал но ничего все все хорошо было вовремя конечно я подорвал я хочу все это получить поэтому я скоро пойду еще расследовать чего-нибудь потом надеюсь что вернусь с хорошими вестями скажем так ту комнату я попробовал постоять на месте чтобы избежать и так но это разумеется была нелепая идея так как там были и мухи и однострельные так сказать не лучшая идея я получу он я получил он это был чемпион чемпиона убить и мне смысла вообще не было надо было использовать пробел почему сразу не додумался ну конечно же я получаю сплошные ключи в ходе комнаты какие у меня есть варианты зайти в магазин допустим и попытать удачу там идея в том что я могу или накопить сейчас золото здесь достаточно чтобы купить бомбу если там бомба будет давайте узнаем а тут и нету бомбы в таком случае у нас есть еще один вариант это использовать комнату жертвоприношений но сперва я хотел бы тогда убить босса а потом уже смотреть понадобится ли нам вообще что-нибудь еще делать жертвовать капель как-то это будет садник с которого мы получим гарантированно кубик мяса замечательная орбиталка в нашем арсенале и да я постараюсь уже не терять стаки эпифории которые я получил до пятерочки разогнался так теперь давайте поразмышляем насчет наших вариантов да давайте пожертвую немножко здоровья монетки мало я не помню в какие такие секунды какие минуты какие нафиг секунды минуты какие после скольких использований активируется какой-то дрог кроме монеток поэтому поэтому да многие из вас могут сейчас фейспалмить наблюдая за тем как я бесполезно трачу здоровье но что пойдет надо было немного последовательнее быть в предыдущей комнате точнее в начале когда я бомбу использовал не по назначению точнее по назначению но не последовательно да достаточно не получим в итоге все это добро плевать мне и так сойдет я так скажу это всего лишь basement что мне может произойти страшного отлично я это подсчитал все верно так бомбой я могу пробить сюда кучу но не то чтобы мне очень срочно надо это я конечно не использую свой текущий используемый предмет но это не говорит о том что я буду использовать тот который на том виде стали компост он ничего не делает он бесполезен в общем то так что заморачиваться не буду по этому поводу орбиталка просто делает работу чудесно если вы не пользуетесь своим кубом мяса до его максимальной пользы то есть зачастую зачищая комнаты только фактически используя его то вы делаете это неправильно орбиталки очень сильно в этот раз я помню что это это открытие карту так стоит ли мне взрывать себе путь в вторую секретную комнату я думаю что да мы это сделаем до того как с боссом сражаться скорее всего мало ли что интересного попадется то я вообще не уверен стоит ли мне бегать с этим тринкетом так как он увеличивает количество энергетопов карточник но не то чтобы я особо стремлюсь к тому чтобы получать много карточек с другой стороны я пилюлек тоже слабо пока не видел вообще не видел я так скажу поэтому не могу рассуждать о том насколько они хороши а карты более или менее но все же стабильно полезные эффекты в большинстве случаев по крайней мере хочется хочется думать я не могу конечно сказать действительно ли в большинстве так как мне нужно будет обратиться к статистике цифрам а это делать мне банально вон так что придется верить вот блэк рун по моему шанс на спавн рун так же зависит от вот от этого тринкета но гарантировать этот факт я вам никак не могу так что я сам не в курсе на самом деле влияет ли на любые карточки или только на фактические карточки ну это к тому что в некоторых ситуациях эффекты которые работают с картами работают так же и с рунами вспомнить как же эта штучка называется которая блэнк карт да блэнк карт но не будем отвлекаться я это использую я вернусь в ту секретную комнату и активирую там черную руну черная руна если вдруг не курсе работает так же как воид предмет ополеона она съедает все предметы ну немного получше работает в том то смысле она съедает все предметы все пьедесталы все дропы в комнате за дропы дает вам муху за каждый съеденный пьедестал добавляет по два случайных стат апа к одному из ваших ну к вашим параметрам так что я разумеется рассчитывал на то что получу урон или плюс тирс но игра редко кооперируется в подобных вещах с игроком так что блин я забежал прямо в него да я так и не прокомментировал что сделка с яволом того стоила потому что хотя мне и не очень то хочется постоянно пугать противников так как они начинают убегать по каким то абсурдным траекториям но дэмэдж арт того стоит поэтому это dark matter или в этом роде примет называется гостб билот его они никогда сам полезны не бывают ну пожалуйста tool of hearts побегают и я бы хотел раздобыть еще одну бомбу чтобы не только подавать себе путь в секретную комнату но и потом откуда пробиться в в подлитую комнату поэтому мы тоже постараемся это сделать отлично целесообразно было бы так же еще и грибы повзрывать но на этот раз я буду все же немного предусмотрительней да как вы заметили и и с плеча рубить не буду все таки про взрывать в той комнате костры костры был лучшим использованием бомбы чем грибочки повзрывать ну в любом случае надеюсь что еще в ходе этой комнаты бомбы точнее не комнаты всего этажа но и комнату тоже было бы приятно и может быть вернусь потому что мы же к машинам заспаунить было бы приятно если конечно заспауниться с двой стороны лишние бомбы у меня сейчас не водится и может быть стоит их просто сохранить а чего мне лишнего вводится так это ключей но жаловаться я не стану а хрен с вами просто вскоре себе прогресс сейчас бы мне бомба не помешала я хочу попасть в секретную комнату отлично и карта нормальная наконец-то тоже сэкономит мне бомбу в дальнейшем к слову о взрывах отлично комната получил нелепый урон но я пока не боюсь у меня с взрывом все в порядке и наконец-то юзабельный предмет это треть гаппи трансформации это еще кстати получил какой-нибудь бомбы отлично и это мухи мухи всегда хорошо особенно когда ты можешь спавнить каждую комнату так и пожалуй мы пойдем или заглянуть в магазин давайте заглянем в магазин ключи у меня есть лишние и если что наверняка смогу раздобыть до оставшиеся недостающие мне денежки если понадобится но это я просто возьму сердце и и пойду сражаться с боссом the mind делает просто огромную работу мне очень нравится что я вижу каждую карту полностью все все комнаты замечательный предмет очень приятный замечательный предмет замечательный предмет позволяет также сэкономить время потому что не то чтобы я хочу в течение часа каждый забег каждый забег свой завершать обиталки дамаг наносим не забываем вау дайте два хотя два не стакаются так что в любом случае я доволен так наш курс действий выходим сюда отбираем сердце мук спавним и телепортируемся сэкономим здоровье немножко так мне показалось или сейчас мне игра намекнула на то что если бы у меня не было бомбы я бы оказался без выходной ситуации потому что это выглядит именно так я не хочу терять последнюю бомбу чтобы попытаться взорвать этот проход потому что если он вдруг по каким то причинам не взорвется то это будет довольно неприятно я не знаю возможно эта ситуация на самом деле не такая страшная была как бы не подумалось но если бы мне действительно в таком случае обломала и не выпускала бы оттуда даже после перезахода это было бы жутко жутко отвратно потому что на такое я уж точно не подписывался на мгновение потерял свою орбиталку подумал куда она делась в кого я могу трансформироваться я даже не знаю нет я бы мог то попробовать трансформироваться в темного иуду но если в системе трансформироваться в кого нибудь пострёмней так что я не помню что этот глаз делает что то не очень впечатляющее а вот это мне очень даже нравится мулиган спавнит мух каждый раз когда я убиваю противника если я правильно помню или в какие то другие моменты но пока у меня гарпи не собран и активируемый предмет не то чтобы так уж и много пользы точнее он как бы создаёт мне огромную пользу но не в том объёме в котором мог бы и я кажется забыл ключ подобрать в той сокровищнице но мне туда влом пока возвращаться не в сокровищнице а в светлой комнате хотя может вернуть всё таки ключ а ключи на пороге не валяются да давайте соберем где он прятался да прятался так это мини босс давайте сразимся я хочу узнать без проблем отлично вирус даёт мне контактный урон когда противники меня касаются они получают урон в виде дота ну и небольшое замедление как компенсация урон коль уж хочешь чтобы тебя дотрагивались то и убегай помедленней отлично отлично очень вовремя бомбы попались стоит ли это брать да давайте разним что уж и и и и босс на подходе бой должен быть очень легким и быстро если это не рак мега хотя в каком то смысле это еще и легче должно быть так как мои мухи и орбиталка его вообще в мгновение разносит сделку не получили хотя у нас был неплохой шанс ну да ладно потянушки так сперва пойдем в секретную комнату с нее я телепортируюсь с помощью карточки в магазин thehermit instruction бесполезно отлично лакапы Tintedog сколько всерез на этот раз серых вот чего мне не хватало в косном забеге я наверно вернусь сейчас в магазин по виролью там содержимое ой а ну ладно так еще одну бомбу да что ж такое ничего интересного в магазине может быть я еще вернусь так игра мы так не договаривались ты почему опять подтормазываешь игра меня послушала перестала тормозить нестыжение наводящиеся слезы думаю что хотел бы прочекать обе секретные комнаты на этом этаже надеюсь что бомбы мне попадутся для этого необходимым так игра хватит глючить неудачно мне не очень нравится игровой движок висаки он как бы конечно лучше чем флеш который был первым но это не значит что у него нету своих недостатков вроде довольно скажем так топорной оптимизации для конкурса консолей из-за которых он играется постоянно на 60 кадрах и из-за этого для стриминга для трансляции для записи игры приходится идти на кое-какие ухищрения допустим игру я записываю в 60 кадрах но мои ролики на ютубе в 60 кадрах собственно не трендерены во первых это потому что таком так производительные возможности моего компьютера были бы недостаточными для того чтобы в належащий объем времени рендерить видео в 60 кадрах а во вторых потому что не то чтобы это не так необходимо но тем не менее игра работает в 60 кадрах и из этого много проблем заставляют тем кто пытается ее стримить я собственно сам пытался и довольно быстро обнаружил что есть кое-какие нюансы так попрошай кадра мне что-нибудь интересное что хочет также отметить огромное количество петро рун с петро с собой возьму к на этом этапе на этом этапе ну и разумеется сборка у меня не самая слабая чтобы иметь какие-то проблемы задумчивые с задумчивые сестры вис попадаются попро но я им мешать особо не хотел бы пусть себе размышляют всего лишь всего лишь хочу их убить а давайте зарегулируем ой как сложно ой как сложно кто же из вас ты да тень иуды я не собираюсь умирать в этом ране но если что у меня теперь будет отличный повод это сделать ё-моё что-то еще здесь было интересное дагас и пожалуй мы можем уходить так вот теперь теперь я не буду получать бесполезную вам вперед конечно же никакой босс хаш нам уже не светит но я и не рассчитываю особо он редко когда на самом деле является стоящим вложением вашего времени это скорее нечто вроде испытания нежели действительно что-то полезное так денег в магазин у меня не то чтобы достаточно где у меня большие сомнения в том что я там смогу что-нибудь интересное увидеть скорее всего даже наоборот я увижу жадность или что-нибудь еще в этом духе не буду разочарован почему он такие жидомы у меня же отличный урон попрушай когда время не теряй а бамба если не ошибаюсь да все нашел магазин давайте попробуем золото так как хайвмайнд это делает мухи сильнее все замечательно и я подорву дополнительно для того чтобы мистери гифт купить стоит ли стоит ли того сложный выбор я только что хайвмайнд взял так что буду придерживаться этого плана секретную комнату вот он где оказывается жадность все время находился кап отлично а закрыта дверь я не могу никак сообразить иногда эти двери вроде как взрываемы иногда нет но по какому принципу это происходит выбор я боюсь сказать точнее боюсь что не знаю ответа но на пустые комнаты для моей сборки мужчина носит просто огромный урон если не ошибаюсь вместо 200 процентов моей атаки на они теперь уносят то ли 300 то ли все 400 что просто жутко высокий урон пюрити а че с тобой я лучше сокращу себе путь на следующем этаже хотя конечно с the mind обычно проблем не должно возникать в этом плане но все же быстро мама двадцатая мама хотя все модифицированные мамы двадцатские так что не ну синяя конечно она справедливо усилена но тем не менее с ней тоже не очень весело сражаться с так покрошай конец не отвлекайся так посмотрим я думаю эмпера можно сейчас использовать и да это довольно большой путь будет да давайте сейчас мама герди неприятный босс у нее довольно рандомные атаки от которых довольно не просто уворачиваться так что просто немного поданковал полцента вряд ли стоило брать так как у меня все же полароид есть а половаться следует прокать а не отхиливать себе здоровье но да ладно я не думаю что это будет являться каким-то критическим моментом в этом ранее давайте проверим секретную комнату гриб я уже раздобыл так что смысл проверять нету где бы да и по-моему я ни одной таблетки не использовал для весь забег во первых потому что они выпадают довольно редко так как у меня тринкет есть во вторых ну они же рандомные мало ли что там будет я бы может вообще не использовал таблетку если бы даже на мне попалась накрепил немало муху за эти комнаты вполне быстро справляюсь с противниками аккуратно как уже отмечал я имею тенденцию в таких комнатах пазлах сливаться и получать нелепый урон взрывай мне в комнату к слову о таблетках эй 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 ахаха нормально гриб жаб и саншайн и саншайн ничего особенного ай Одна орбиталка немного не справляется с тем, чтобы защищать меня, а вот это было вообще нелепо, у меня столько здоровья, что я не жалуюсь, могу себе позволить терять его периодически. С хашем сражаться с такой сборкой я бы не хотел, так что мы просто пойдем к Исаку. Чтобы сорваться с хашем, мне бы понадобилось, допустим еще две орбиталки или какой-нибудь мощный модификатор урона типа тех 10, тех x. Да блин, так было запланировано, ничего не знаю, потому что эти призраки самые бессовестные, наверное, противники вообще в игре, они очень-очень замедляют игрока. Смысла нету. Мог бы вернуться зеркало взорвать, но я бы хотел бомбы приберечь. Хотя таблетки мои, может быть того и не стоят. Я помню ничего, да я так ничего и интересного не открыл из них. Темперанс, темперанс не работает. Если бы это был Вилл оф Порщин, то я бы мог ее подорвать для того, подорвать в сундуке, чтобы получить себе пьедестал. С кровавой машиной, машиной с дачей крови это не работает. Да, я постоянно получаю от них урон. Это не честно. Даймондс. Оптимизируем активацию. Свероподобрав все в комнате. Так. Ты почему скатался? Не вди себя так. Давайте посмотрим. Может быть полезное что-нибудь. Не то чтобы у меня есть куда потратить еще деньги, так что. Из-за фулл. И мистери баг. Возьмем. Заверем сундук. Бесполезно. Ну хотя, может быть попрошайка считает иначе. Ему виднее. Ай. Да, я все. Больше и больше хотел наконец использовать орбиталку и нанести ему урон более высокий. Хотя не то чтобы я слабый дпс выдаю, но чтобы наконец его сдамажить прям по полной. Опять игра немножко подтормаживает. Ой. А с какой стати ты лучи там начал делать? Я не согласен. Проверил быстренько. Остались у меня красные сердца не подобранные. На этаже. Потому что мне бы не помешало. Вот что такое? Как это я не успел? Рано. Рано мне еще туда спускаться. Возможно после сундука, если Blue Baby мне не зажадничает. И HD. Отлично. Теперь я могу наконец сбросить свой твинкет, потому что я теперь хочу получать пилюли. Так как они довольно хороши должны быть. Анархист бесполезен. Бомбы. Так. Я не хотел менять себе облик, но да ладно. Так что у нас еще здесь? Фул. Ноте саншайн. Немножко солнышко. Опять нелепый урон. Ну что ж такое? И игра подтормаживает. Минуточку. Так должно стать лучше. Я надеюсь. Возможно дело в том, что Фрапс начинает паниковать, если очень-очень долго записывает видео. Я на самом деле с довольно большого объема. Так Фрапс имеет тенденцию записывать огромные ролики по своему весу. Ну и понятное дело, они просто в идеальном качестве. Прямо с экрана все-все записывается. Без всяких сжатий, перекодировки и прочего-прочего. Но все-же. Никель? Нет. Какой поттер. Четвертак. Не полезный на самом деле. На таком этапе игры. Ого. Какие у меня огромные тараканы. Не тараканы. Пауки. Пауки. Пусть чудища какие-то. Пауки и так нанохи 250 процентов, если не ошибаюсь. От атаки больше, чем мухи. А тут еще и Hivemind, который также их усиляет. Infestation, да, было очень кстати подобрать. Как раз под мой билд. Infestation спавнит пауков время от времени. Не знаю по какому принципу, но спавнит. Так, вот называется. Всю игру пробегал с The Mind и видел карту. Но только на последнем этаже я эту карту потерял. Black Hole. Я продемонстрирую, если вы вдруг по каким-то причинам еще не видели, как она работает. На сути вы создаете такую черную дыру, которая вытягивает сильно врагов. Очень слабенько. Самого игрока. Ну все предметы также на пределах комнаты. И наносит урон, когда враги попадают в радиус действия Black Hole. Вермет не то чтобы прям такой особенно крутой. Но зато у него графика неплохая. Ааа, давайте откроем. Стройной глаз нет. Стройной выстрел точнее. Ну бэйби ты где? Почти уже. Я должен быть близко. Как неприятно, когда я не ту карту. Эй, эй, эй. Полегче. Похоже, что я на правильном пути. Видимо остается буквально парочка комнат. Эй. Вот, вот что бывает, когда ты накладываешь эффект страха на противника. Начинает от тебя носиться по всей комнате порой. Можно было бы конечно, если я побью босса, потом еще поразведывать все комнаты. Но это пустая трата времени на самом деле. Если конечно я не открою путь к делериуму. Тогда может быть я еще подумаю над тем, чтобы поискать побольше предметов в сундуке. Но портал к делериуму это такая вещь. Не постоянная. Посмотрим. Давайте завязываем саншайн. Габеталку нашу. Подпустим. Просто гаселье ради. Ай. Сколько пауков сразу заспавнилось, а? По-моему за каждого убитого противника спавнится. И портал мы так и не получили. А искать ключ к сатане. Папин ключ, чтобы открыть комнату сатаны. Я не думаю, что слишком высокие шансы. Будет такую стату использовать. Так что. Прощальное использование мух. И успешно завершенный ран. Что ж. Благодарю вас за просмотр. Призываю вас. Как это полагается. Комментировать. Ставить лайки. Подписываться на канал, если вы вдруг еще не подписаны. И до встречи. Подписываю вас за просмотр. Продолжение следует...